В наше время современная молодежь мало времени уделяет спорту и активному досугу. Малоподвижный образ жизни пагубно сказывается на детском здоровье. Встретить спортивного ребенка – большая редкость. Оторвать их от компьютеров, от телефонов и от телевизоров – это буквально наша задача, потому что они там остаются и теряют счет времени. А на тренировке они развиваются физически, духовно, также сдруживаются, имеют общую компанию, также и развиваются. В селе Фонтанка все лето проходили спортивные мероприятия при поддержке команды Игоря Учителя. На этих выходных более 300 семей вышли на местные спортивные площадки. Не только себя показать и на людей посмотреть, но и деток приучить здоровому образу жизни. Так как это праздник спортивный, то здесь все посвященное спорту, здоровому образу жизни и, как говорится, здоровый дух. Сегодня у нас игры, спортивные соревнования, эстафеты и, конечно же, хорошее настроение. Дружбы, мира и, конечно, самое главное – здоровье. Будут соревноваться дети, взрослые в детских садах. Это будет соревнование по типу «Мама, папа, я – спортивная семья». Считаю, что все это направлено на развитие физической культуры на территории села. Ну, а такие соревнования, как «Мама, папа, я», как нельзя лучше укрепляют семью. В Черноморской ривьере прошел последний футбольный матч в этом сезоне. Любители поиграть с мячом все лето провели на новой спортивной площадке. Дмитрий радостно вспоминает это время. Говорит, собирались каждые выходные и играли с самого утра до позднего вечера. Мы закрываем сегодня турнир, заключительный турнир, и мы закрываем наши турниры по летним видам спорта. Сегодня мы собрали ветеранов футбола Коминтерновского района, теперь же Лиманского района, и проводим игру между ветеранами футбола для удовольствия, не на очки, просто для удовольствия. Психологи утверждают, самое главное во время воспитания детей – это пример родителей. Время, проведенное с мамами и папами, тем более в активных играх, останется в памяти навсегда. Это на сегодняшний день очень актуально, чтобы дети следили за своим здоровьем, родители, чтобы, конечно, контролировали своих детей. И на сегодняшний день, слава Богу, у нас спорт развивается. Жители Фонтанки передают всем физкульт-привет. Спорт формирует культуру, социума и бодрость духа. Хочется им подражать.